А теперь о работе юных парламентариев. В Твери прошло заседание региональной молодежной палаты при законодательном собрании. Ключевым вопросом стали меры поддержки мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. В обсуждении также приняли участие сенатор Андрей Епишин, депутат Госдумы Юлия Саранова и заместитель председателя парламента Верхней Волжи Александр Клиновский. Тем, кто несет службу в зоне СВО, необходима поддержка и забота. Это точно прочувствовал на себе Павел Смирнов, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по обороне и безопасности. Недавно он лично побывал на линии соприкосновения, а сегодня стал гостем заседания молодежного парламента и рассказал участникам о своем опыте и выводах. Мне выпала честь доставить более 10 тонн гуманитарного груза на линию соприкосновения, боевого соприкосновения в районе Кременная Сватова. Данная поездка очень важна, поскольку в дальнейшем мы можем формировать гуманитарные грузы, исходя не из запросов Министерства обороны, а непосредственно от участников. Все бойцы, находящиеся на передовой, на линии соприкосновения, по-настоящему заслуживают звание героя. Формированием гуманитарных грузов занимаются в основном волонтеры. Они же собирают средства, закупают продукты, одежду, обувь, технику. Все то, что нужно бойцам на фронте и что хотя бы чуточку сделает их окопный быт комфортнее. Среди тех, кто занимается сборкой гуманитарных грузов, много молодежи, отметила Юлия Саранова. Часть из членов молодежного парламента уже работают в нашем штабе. Также затронула, конечно же, и основную деятельность парламента. Так как я в Государственной Думе представляю регион и работаю как раз в Комитете по молодежной политике, то наша повестка работы в целом очень связана. И я вижу в молодежном парламенте нашей области такого надежного партнера. А вообще к процессу присоединяются пенсионеры и коммерсанты, и просто неравнодушные граждане. Даже дети вносят лепту, пишут письма на фронт. В ходе заседания заместитель председателя регионального парламента напомнил молодежи, почему началась СВО. И что важна активная забота не только на фронте, но и в тылу. На западных рубежах нашей страны идет, например, на поле с махровым национализмом. По-другому назвать нельзя. Который пользуется, как мы все видим, беспрецедентной поддержкой и дружественных стран, нашего государства. Сейчас в последней стране у нас звучит призыв объединения всего нашего общества ради достижения лучшей победы. Обсуждались и меры поддержки, как федеральные, так и региональные. Это в первую очередь единовременные выплаты мобилизованным, помощь их семьям. Например, приоритет при поступлении ребенка в детский сад. Акцент был сделан и на оказании адресной помощи. Молодые парламентарии задавали вопросы и даже вносили предложения. Например, подняли вопрос, учитывая развитие кибермошенничества о безопасности банковских счетов в мобилизованных. Представители нашей молодежи все-таки люди очень патриотично настроенные. Понимают всю ответственность сложной ситуации. Готовы не просто задавать вопросы, но выражать свое мнение, высказывать предложения и помогать в такой ситуации. Было внесено много интересных и толковых предложений, отметил сенатор, которые в дальнейшем будут еще обсуждаться.